всем привет меня зовут андрей быченко и сегодня покажу вам топ 10 простых сальто рекомендую изучать именно в той последовательности в которой я показываю пока мы не перешли к рейтингу поставьте видео на паузу и напишите как вы думаете на каком месте окажется сальто вперед на первом месте в рейтинге у нас разместилась сальто назад и так вечный вопрос что легче сделать сальто назад или сальто вперед а вот и ответ на этот вопрос с точки зрения физической силы сальто назад делать намного проще но при этом его делать страшнее потому что вам нужно прыгнуть назад и вы не видите куда прыгаете из-за этого многие начинают обучение сальто вперед потому что вы видите куда прыгаете но вы не видите как приземляетесь но об этом вы узнаете позже когда уже прыгнете когда вы научитесь делать сальто назад у вас открывается много вариаций исполнения этого сальто. Самый простой вариант сальто назад, это сальто назад с турника, называется соскок. Третье место сальто назад от стены. Кстати, если вы хотите научиться делать какой-то из трюков из этого рейтинга и не знаете как, у меня есть для вас отличная новость. Абсолютно на каждое сальто в этом рейтинге у меня есть обучающее видео, ссылки я оставлю в описании под этим видео. Итак, барабанная дробь. Трюк номер 4, сальто вперед. Кто угадал, поздравляю! Как и в случае сальто назад, после изучения сальто вперед у вас открывается возможность научиться делать сальто вперед с турника. Пятое место сальто вперед с турника. Сальто вперед с турника легче делать, чем сальто вперед на плоскости. Чтобы легко и быстро изучать любые новые трюки, у вас должна быть хорошая физическая подготовка. Чтобы прокачать свое тело, присоединяйтесь к моей программе тренировок онлайн Art of Body Control. Переходите по ссылке в описании, регистрируйтесь на сайте и получите 6 бесплатных онлайн тренировок прямо сейчас. Шестое место читгейнер. Это сальто назад с одной ноги при помощи маха второй. Читгейнер это очень красивый и эффектный элемент. Седьмое место боковое сальто. Как и в случае с предыдущими сальто, когда вы научились делать трюк на плоскости, его можно выполнить с турника. Поэтому восьмое место боковое с турника. Ну что же, друзья, вот мы уже почти подобрались к концу и девятое место у нас занимает колесо без рук или Arial. Чтобы классно выполнять маховые трюки, нужно быть гибким. Наконец-то, десятое место. Арабское сальто. Визуально арабское сальто немного похоже на боковое сальто и на Arial, но технически оно сложнее. А теперь напишите в комментариях последовательность, в которую вы учились делать эти трюки. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. Кликайте на колокольчик, чтобы не пропустить новое видео, в котором я покажу топ-10 легких паркур-элементов.